Евгений Викторович, федеральные каналы, включаешь один, второй, третий, четвертый, от ЧВК Вагнер не говорят вообще. Вообще слово Вагнер, у меня такое впечатление под неким запретом, гласным, наверное, негласным, скорее всего. Как вы это можете прокомментировать, как к этому относитесь? Нет, вообще это здорово. Есть это явление? Может мне кажется? Я просто не попадаю на это. Я не смотрю каналы, но мне, моя пресс-служба докладывает, не показывают, снизили. Смотрите, ТАСС старается не цитировать, там РИА Новости не цитировать, там Известия. В общем, большинство крупных СМИ старается избегать любой повестки, связанной со мной и с любыми моментами, когда можно ЧВК Вагнер убрать. Безусловно, военкоры показывают все, что могут показывать. Приезжают и показывают. Потому что военкоры не могут не показать, это не по совести для них. Дальше, конечно же, идет цензурирование. И цензурирование достаточно жесткое. Плохо это или хорошо? Я считаю, что это хорошо. Почему? А потому что общество 80% смотрит и телевизор, и интернет. У них естественное понимание, что их надувают. Поэтому ничего страшного. Это очень хорошо, то, что не говорят про ЧВК Вагнера. Чем меньше говорите, тем лучше. Про Робин Гуда никто не говорил. Вот когда общество надуется до нужного размера, они уже начнут говорить вам, ЧВК Вагнер, ну будет поздно. Доверие будет нулевое. Общество всегда требует справедливости. Что бы ты ни делал. И когда они видят глобальную несправедливость, то они, естественно, реагируют. И возникают революционные состояния. Когда идет война, справедливость особенно востребована. О федеральном СМИ. Есть еще тенденция к ура-патриотизму. Ура-патриотизм это здорово на короткое время. Вот короткий вброс, это хорошо. Но когда мы годами занимаемся ловлей блох, то это выглядит странно. И вот этот ура-патриотизм, который основан на каких-то придуманных фактах, мое мнение, что он тоже очень сильно вредит сегодняшней медийной повестке. Надо говорить о делах, которые мы сделали. И надо стремиться сделать эти дела. Потому что ура-патриотизм, он заставляет людей валять дурака и ничего не делать. Потому что все равно будет все ура. Включил телевизор, все хорошо, зачем что-то делать. Все на диване. Абсолютно верно. Это эффект Навального. Ведь Навальный, он был законченным. Но он был очень полезен. Потому что когда какой-то глава корпорации снял деньги, и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно. выводить эти деньги. А теперь когда Навальный сидит, Навального нету, деньги и беги, вообще вопросов никаких нет. Поэтому должны быть какие-то сдерживающие факторы. А ура-патриотизм, он чакры раскрывает. Все хорошо, все отлично, все ура. Поэтому ничего делать не будет. Теперь политическая кредо. Родину люблю. Путина слушаюсь. Шойгу на мыло. Судью на мыло, да? Воевать будет дальше. Собственно говоря, все. Больше никаких политических кредов.